Палево! Никто ничего не видел. Да что я там? Нет, зарабатывают. Ну чуть-чуть надо еще податься вперед за луком, там резиночку выдвинул, Тобу извинять, мушка ничего не сделала. Вот тут вот, иди вон резиночка и надо мушку по идее выкрутить, ее туда загнать и тогда эту вибрацию не будет. Стало тяжелее заводить ее. Ты вот мушку смотришь в 50 и вот испытываешь училие, что ее туда приподнять. Это вот уже наверное... А ты снизу ее сейчас пытаешься завести? Снизу, да, пытаюсь завести. А сверху что не зашло? Нет, сверху как-то вообще даже мысли не приходили. На 12 отрыв. Сверху заводишь, но там ее и оставляешь. Так, пока снизу такая же проблема, только снизу. Вот ровно там же ее и оставляю. Вот на границе девятки, ну желтого и красного. Тогда сверху лучше. Когда устанешь, будет нормально. А если снизу заводишь и устанешь, все. Если у тебя сейчас, ты ее не можешь поднять. Когда устанешь, вообще не поднимешь. Вот, объясни мне, почему ты снизу заводишь? Как ты к этому пришел, как ты до этого докатился? Сразу сюда снизу заводить. Что здесь не так? Да не так, просто я тебе говорил, что если чуть-чуть снизу, иногда можно. Это если ты туда провалился. Вот так, начинай заводить вот так. С этого края. А вот с этого тебе неудобно будет заводить? Зеркально прямо по-другому. То есть можешь не обязательно сверху заводить. Вот отсюда с часу. Ну, не там, не из белого, не из черного. Растянулся, она у тебя где-то тут. Или тут. Или тут. Логично тогда вот эту всю штуку сюда перенесать. Ты подтягиваешь сюда и потом по своей привычной территории идешь. Смотри, я не помню, мы с тобой говорили на эту тему или не говорили. Для правши или левши есть значение, откуда заводить мушку. Вот. В большинстве случаев снизу стараются не заводить, потому что связано с поднятием руки. И поднять руку с тяжелым луком требует усилия от тебя. И часто включается еще и корпусу работу. Чтобы чуть-чуть даже поднять, приходится еще и корпусом поддергивать. Или если у тебя это усилие внутри где-то есть, ты такой старался-старался-старался поднять. В момент, когда ты его стерилизуешь, есть шанс всегда подкинуть. Вот. А вниз, вниз опускать. Сил, как правило, не приходится прикладывать, потому что сила тяжести помогает тебе. Тебе достаточно чуть-чуть расслабиться и под весом лука все само опустится. Не надо силу прикладывать. Поэтому сверху обычно проще, чем снизу. Если низко очень проваливается, мушка вот сюда куда-то там, да. Лучше даже иногда выстрел отложить, потому что вот отсюда уже поднять нереально. Я говорю, если там где-то там вот сюда опустилось, там, может быть, начало синего. Здесь уже начинается концентрация. Можно постараться, да. Ну, просто концентрировать, как-то еще здесь становится. По поводу левого и правого такая жизнь твоя. Смотри, как бы. Если ты слева направо двигаешься, риск того, что ты сложишься выше, у тебя движение внутреннаправлено. Как бы ты, как это сделаешь корпусом? Хорошо, если ты сделаешь корпусом. Но опять же, да, здесь пошло скручивание. Вот эта стойка закрылась и так далее. Или рукой ты сделаешь, неважно как. Отсюда будешь двигать мушку и сложишься. А справа, это всегда на раскрытие. Для правши мы сейчас рассказываем. Да, да, да. Справа она у тебя есть, и ты еще чуть-чуть поджал, раз, да раскрылся. Чик! Ушка зашла. Бах! В тяге сделал выстрел. Поэтому предпочтительнее сектор, если мы не можем себе позволить растягиваться сразу в середину и там удерживать, это сложно. Реально сложно. То хотя бы где-то вот в этом секторе мы стараемся, чтобы она у нас была и тоже недалеко. или вот если проваливается, да, вот здесь. Если она вот тут оказалась по какой-то причине, ладно, здесь коррекция небольшая. Но все, что вот, да, дальше красного и вот в этой области для правши нежелательно. Мы не говорим про индивидуальные отличия. У кого-то может по-другому не получится. Но это так редко встречается. Здесь более естественно все. Здесь на расслаблении ты опускаешь, а здесь на раскрытие движения идет. Ладно, но это на два часа рассказ. Каким глазом целеса? Нет, я думал, что на пол, на 30 секунд и до свидания. А, нет, ну мы можем в стиле сенсея Димона сказать. А сегодня отвечаю на вопрос, каким глазом целеса. Отвечаю. Василий. Правым. Еще раз напоминаю, это влог, это не уроки, подступить звука. Короче, ребята, каким глазом целеса? Правым. А на сегодня это все? С вами был Василий. Пока. Нет, если правым, то как бы да. Все, правым и правым. Ну ладно, сейчас расскажу. Можно и левым. А можно и ведущим? Желательно. Но есть нюанс. Он не всегда совпадает, да? Да, он не всегда совпадает. Ну как раз давай сейчас, ладно. Об этом тебе расскажу. Когда глаз закрываешь, случается несколько вещей. Первое. Закрываешь один глаз, расширяется зрачок сразу во втором. Автоматически. Так устроено все. Света больше попадает, а видеть хуже начинаешь. Незаметно, но есть. Второй момент, это опять усилие, это концентрация. А если ты сильно глаз зажмуриваешь прямо изо всей силы, так еще и лицо перекосит. Но. Но. Для более точного прицеливания иногда приходится прикрывать глаз. И поэтому, если есть козырек, можно пользоваться козырьком. Некоторые просто там карту под ремешок подсовывают и все. Почему? Потому что глаз не видит, выключается из процесса. Нет вот этого двоения там картинки и так далее. Размытия. А при этом нету напряжения, не закрывается. Поэтому щиток. Поэтому это важно. Я даже не могу открыть глаз, честно вам скажу. Какой открыть ты не можешь? Сразу прищуриваешь просто и все. Как-то так. Как-то по объективу закрылся и все. Автоматически сразу. Вот, из блока я не могу двумя глазами стрелять. Вообще без шансов. Потому что мне надо прям фипсайд, мне надо прям видеть. И все. Там один глаз. Как только второй открываю, у меня два фипсайда и четыре прицела. Два разного видят. И все. И мутное все вот так. Ну не мутное. Получается как в одном оптике стоит увеличенное изображение. Во втором обычное. И у тебя мозг не сопоставляет. Там все просто тренш. Поэтому я из блока глаз прикрываю. Прям вообще конкретно. Чик и все. По наконечнику, кстати, когда целюсь. Тоже одним глазом стреляю. А вот если по метке стреляю. Или если классику стреляю с мушкой. Двумя глазами смотрю. То есть я неправильно делаю? Я не говорю неправильно. Так тоже можно. И в большинстве случаев у некоторых вообще не получается двумя глазами. Я тебе говорю. У меня сразу автоматически закрывается глаз. Прям столько я руку поднимаю. Сразу сразу. Что может влиять на то, что вот человеку только одним глазом надо стрелять и больше никак. Первое несовпадение, вот Олег, потому что мы говорили. Ведущего глаза и ведущей руки. Ты правша, например, а ведущий у тебя левый глаз. И с людьми, которые об этом не знают, вот они первый раз приходят ко мне из блока пострелять, случаются интересные вещи. Они либо вот сюда вот л Drink взгромождают, потому что они этим глазом смотрят. Либо вот так вот голову сюда наклоняют, потому что реально они этим глазом смотрят. И я им говорю, а закройте, пожалуйста, левый глаз. Я вот говорю, вот так, закройте, пожалуйста, левый глаз. И те, кто может закрыть один глаз? Для тех удивительная вещь случается. Они его закрывают, такие, о, ни фига себе. Открытие прям реально. Потому что за первый раз в жизни они понимают, что глаза два. пока они там из лука не пришли ко мне стрелять они не знали что два глаза есть зеркало там видели там картинку видели но вот именно понятие что два глаза смотрят и две картинки этого нет у большинства людей можно было вообще у меня был тренер проблемы не было нет работа была бы разбираться с этой картинкой я как бы сконцентрировался на мишени у меня палец четкий мишень мутная сконцентрировался на мишени палец мутный я так не могу сделать на мишени я не могу палец мутный сделай не могу вот видишь короче на 90 метров ты просто мушки закрываешь щит вообще полностью и ничего не видишь а тебе приходится открыть второй глаз чтобы ты видел щит куда-то целишься тогда у тебя полупрозрачность становится мушка и ты что-то видишь сейчас не вижу четко меньше я не могу не умел то есть фокус прямо на ногте все четко я вижу только чем убери тогда смотри на мишень четко мишей может он четко мишени видит можете близорубкость кстати не ну так-то я вообще ничего не вижу у меня очки специально что я вдали лучше видеть в очках ты видишь мишень мальчиках я да хорошо и что такое внешнее все нужно вот так вот сконцентрируйся на мишени но на пальце не концентрируйся на мишень смотри эти глаза закрывать не на закрывали я буду очень четко вообще шикарный одним одним посмотри на мишень четко блин у него проблемы с глазом как ты вообще пропадаешь вот у меня просто правый глаз не видит когда обсуждали эту проблему то есть да есть ведущий глаз и есть еще разница между глазами один может видеть лучше другой может видеть хуже теперь про один и два глаза вот олег затронула тему важна еще где крутая концентрация если на мушке концентрацию но не так сильно прям чтобы вот один из другого чуть-чуть почетче но вот как бы номер 1 0 25 одним глазом тебе будет лучше потому что мушка близко если двумя глазами начинаем смотреть опять же размытие случается вдаль мы двумя глазами лучше видим потому что разница между глазами уменьшается 2 2 2 2 пальцы 2 руки но два плата слон я был у меня случай когда на девочке верила что у него 4 мишени это помешает прикол в том что как бы ведущий глаз на себя должен все забирать если там на реконцентрируешься и второй палец он будет но его не будет заметно поле зрения и поэтому вот двумя глазами там пометки для меня стрелять по там по классической вот мушки стрелять для меня нет проблемы двумя глазами стрелять потому что я все равно вижу где мушка хотя иногда бывает приходится смаргивать одним глазом потому что переключается иногда когда устаешь просто физически устаешь то уже глаза работают как они хотят да но для меня как бы сигналом что через моргнуть является размытие все это иногда случается когда глаза начинают конфликтовать вот два но все помогает вот и стоишь я вижу прям не четко размытие или появляется сомнение правым ли глазом мушку я сейчас вижу все достаточно там раз чуть-чуть его прикрыть и все становится на место включается это обратно ведущий глаз можно переучить опять же придется второй глаз закрывать на какое-то время чем-то просто закрывать или щитком закрывать чтобы научить другой глаз быть ведущим не на самом деле не нет просто проблем простать тему кире подняли никогда вообще не даже не задумал я все целился мне шикарно получается я как бы не получил ее нет она надуманная вот одним глазом хорошо все же как все я какие проблемы двумя глазами можешь будет на 90 проблем будем решать еще лучше просто с двумя глазами какие плюсы ты получаешь глубина остается объем остается и второе это безопасность хоть у нас все и концентрировано вот это там белый коридор так называем когда мы видим только в этом мушку мишень а вокруг все горит рушится но это нас не трогает на стоп концентрация высокая но все равно если движение какой-то в этой области будет присутствовать она отвлечет она привлечет твое внимание это иногда некоторым людям жизнь спасают наши они как раз у тебя стрела с этой стороны и люди с этой стороны выбегают за линию ты просто не увидел и бахнул каких проблем нет блин это не в россии понимаешь если мы жили в загнивающей там европе это были бы их проблемы они вышли хотя знали что нельзя все к я еще догоню и мочевуха дам вот да к тебе претензий нет но в россии наоборот он же виноват почему я даже вообще будете на вот тренер насколько я вообще а я мог чай вот там за стеной пить но я все равно крайний это вот так вот в россии организована у нас безопасность и что я отвечаю но я тебе говорю вот нормальной стране все ты пришел ко мне в тир ты бумагу подписал бумага имеет силу еще несколько я ему сказал правило он их выслушал бумагу и он подписал даже если он подпишет бумагу не работает у меня у нас вот например была бумага той самой организации в которой я столько отработал каждый клиент приходил мы ему распечатывали и он подписывался без этого вообще не работали с человеком привет привет мы посоветовались потом с юристом или сказал конечно классно что у вас есть такая бумага но но натянут все равно у тебя есть такие кто приходит и говоришь я этим глазом не вижу мне больно да и что ты делаешь смотрю насколько больной и одно и другое ну конечно можешь конечно можешь и что ты делаешь с этими людьми блин ну смотрим разбираемся ну то есть есть решение у тебя универсального решения нет ты находишь к ним подход да я нахожу если смотри совсем не видит вообще не видит глаз ну там 10 20 процентов зрения только вот процентов да тут как бы тут варианта нет тут надо мушку прямо выдвигать вот так под левый глаз проекция никак он не увидит тетива здесь глаз здесь ты не увидишь ее никогда если есть возможность левый лук дать можно причем смотри раньше ставили под руку и на глаз плевали если там не видит совсем то и до свидания сейчас под глаз ставят то есть мы вот этим нам тестом своим до 1 определили у человека ведущий глаз ну хотя если мы лук даем мы тоже видно сразу каким глазом человек смотрит со стороны вот и если есть возможность пришел человек первый раз ему в принципе все равно какой рукой учиться стрелять не то не умеет ни другой не умеет не типа у него например он право на него ведущая рука в жизни права по хер да лучше координация да лучше мелкая моторика и так далее у ведущей руки поэтому хорошо если вот прям получается на ведущую руку поставить но глаз важен я вы таки клин очень редко что прям совсем не видел в основном хоть что-то видит а если хоть что-то видеть даже вот как ты вот видишь размыто мишень этого хватит потому что мушку ты будешь видеть четко я просто пока меня все устраивает объясню почему я придерживаюсь такого плана что пока нет проблем и я вообще туда даже не заглядываю вот это будет 70 90 я не буду ходить а подойду и скажу так есть проблема надо решить какие есть решение все с этого будем начинать а сейчас это на 90 я на 18 не могу выстрелить а на 90 как бы подал на 90 также просто чуть-чуть побольше него нет и все вот поэтому когда короткая дистанция если ты мушку видишь четко мишень не очень нет проблемы ты будешь попадать вот у тебя мушка вон там где-то мишень нас чик туда и направил примерно как-то влияет на дистанцию то что мы выдвигаем этого или задвигаем да чем ближе прицел тем шире у нас диапазон регулировал по высоте чем дальше стреляем поэтому когда лук слабая дистанция большая мы задвигаем присо вплоть до того что иногда и вообще в обратную сторону приходится чтобы он прям вот здесь вот был да и тогда его можно опустить настолько стрела будет долетать они проще фунтаж а так смотрите как бы вот почему начального уровня у прицела короткая планка до у всех профессиональных длинная чем дальше прицел от тебя тем точнее ты можешь прицелиться база глаз прицел вот эта длина влияет на минимальные отклонения минимальные поправки да вот здесь вот чуть-чуть прицел если у тебя ходит это вот такое движение лука а вот здесь вот если чуть-чуть ходит то и движение лука минимальный поэтому вот туда его но чтобы еще видеть вот как с этим супер длинным стабилизатором перегибать не надо все хорошо в разумных пределах и я смотрю так ведущий продавец сколько у нас самая длинная планка там по-моему 11 дюймов так по поводу боязни регулировать прицел да вот видишь даже с тобой эта фигня случилось вот я как бы никогда не думал пока вася такой не походит так всю тренировку просто долбишь куда-то там направо налево вот слева у тебя вся куча ну да как бы меня это ничего чуть-чуть быть четки по трудно подкрутить до отчет не сказал не так нормально вообще ну как бы чем я не парит ну не хочу очкуешь это бы что он хоть у них не крутишь вот бы ты не проделись на гиганин не будешь игре почему готов потому что один раз попал не так подкрутил дверь и все я прошу от играть типа и такой и буду стремиться бределиться на просто такой куда можно крутить в любую насколько да неважно главное не бояться крутить крутись колесо психологическая проблема психологическая проблема да люди склонны искать проблему в себе вот ты вот не помнишь я помню что мне сказал сговорит так я с этим прицелом на прошлой тренировке стрелял и попадал и все и ты пришел и ты с этим же прицелом из этого же лука этими же стрелами попадаешь слева и только начинаешь в себе копаться я что-то делаю не так как на прошлой тренировке такое может быть ничего страшного ничего страшного вот эти так называем что страшно прицел просто крути еще сегодня ты антон сегодняшний а вчера ты был антон вчерашний именно все и есть разница и вот надо просто прицел поправить на это все если ты не можешь найти причину сегодня все работой на тем на чем работаешь насколько сложно это сделать на соревнованиях вот я к чему да и хотел подвести на тренировке ладно можешь не крутите на тренировке мы будем копаться потому что у нас для этого и тренировка вот и не веришь василий там я вот стреляю у меня сегодня все слева игры давай посмотрим что там делаешь но на соревнованиях нет у нас шанса на ошибку каждый твой выстрел слева это очки теряются не я понял а может бы такое например что как раз в тандеме работает тренер из стрелок ты налево например ты хоп сразу подкрутил там три щелчка налево нет такого так это должно быть это так и работает я тренер я беру на себя ответственность за это решение снимая ответственность тебя со спортсмена если ты сделал то что эти сказал и не попал мой косяк тренер и все и нормально себя чувствуешь после этого а если я тебе сказал налево а ты такой и продолжаешь слева кто будет чудила и все и будешь себя потом всю жизнь есть и спорт еще уйдешь даже так если тебя например 20 учеников как добывать проблемы на соревнованиях будет проблема иногда в том что их все 20 там этого там поставят это вот там поставят все таки моя задача к соревнованиям тебя подготовить так чтобы ты в какой-то мере мог самостоятельно работать чтобы я не каждый твой выстрел смотрел чтобы я там пять выстрелов тебя посмотрел потом пошел там еще посмотри потом тебе вернулся игру ну чё ты не говоришь все слева эти глюк прицел крутить где слева не гришь ну вот там восьмерка это я говорю хорошо сделай там 10 щелчков все делаешь выстрела на бинокль смотрю говорю все так и продолжай иду дальше второй вариант если я везу например команду девочки мальчики могут в разные дни стрелять я говорю так все идешь вот там смотришь за этим делегирую свои полномочия хотя бы он будет смотреть и иногда бывает что теперь я тренер так теперь будешь лучше меня старшие помогают младшим я конечно хорошо что я тут виду все эти движухи поэтому давайте так категорично пока я ответил вопрос или не ответил и на все вопросы ответил я проконтролировал я по-моему забыл ответить на вопрос почему надо крутить прицел очки важны на соревнованиях крутим на тренировки можем не крутить на соревнованиях крутился тогда я молодец дать на тебя любим чё бомбин